Мир шоу-бизнеса довольно жесток. Музыкальные коллективы, состоящие из неженатых, симпатичных парней, пользуются значительно большей популярностью у самой преданной части аудитории юных фанаток, чем группа, состоящая из отцов семейств. Это прекрасно знал менеджер Битлов Брайан Эпстайн. Поэтому, когда в 1962 году Джон Леннон сообщил ему, что собирается жениться, Брайан Эпстайн схватился за голову, потому что отговорить Джона было невозможно. Его невеста Синтия Пауэлл забеременела. Будущие супруги познакомились еще с студентами в Ливерпульском колледже искусств. Первокурсница Синтия была известной паинькой. Она прилежно училась, говорила правильным литературным языком, за что получила прозвище Мисс Важность. А Джон? Джон слыл пижоном и маргиналом. На Синтии он вроде как не обращал никакого внимания. Однажды Синтия услышала, как Леннон сделал комплимент, проходивший мимо девушке со светлыми волосами, поняла, что это ее почему-то расстроило, и через пару дней в колледж пришла потрясающая красавица, блондинка с прической под Бриджит Бардо. Это была первая попытка Синтии обратить на себя внимание, и Леннон вскоре попался в расставленные сети. Узнав, что Джон собирается вести свою беременную подружку под венец, Брайан Эпстайн все же убедил своего подопечного не афишировать это событие, ведь группа должна была вот-вот закончить запись дебютного альбома «Please, please me». Женей бы могла расстроить влюбленных в Леннона фанаток, и это сказалось бы на продажах. Брайан хотел сохранить имидж четверки холостых красавчиков и в обмен на молчание Леннона он позволил ему с Синтии некоторое время пожить в тайной съемной квартире, которую использовал для собственных любовных утех. Неудивительно, что из этой истории Джон сделал песню под названием «Do you wanna know a secret?» Позже он рассказывал, что его вдохновила композиция «I'm wishing» из диснеевского мультфильма «Белоснежка и семь гномов», который начинается со строчки «Want to know a secret?» Когда он был маленький, ему очень часто пел эту песню «Мама». При этом Леннон утверждал, что имел в виду не сам факт его тайной женитьбы, а окончательное осознание первой настоящей в его жизни любви. Интересно, что «Do you want to know a secret?» исполнил не автор, а его коллега по группе Джордж Харрисон. В 1980 году Леннон отдал ему свою песню, так как Харрисон, по его мнению, не особо умел петь, а в композиции было всего три ноты. Известно также, что Харрисон остался недоволен своим вокалом, но слушатели рассудили иначе. Сингл «Do you want to know a secret?» сразу поднялся на вторую строчку чарта Billboard. Итак, Джон и Синтия тайком от прессы поженились 23 августа 1962 года в Ливерпуле. На бракосочетании присутствовали Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Брайан Эпстайн. Все. Позже журналисты писали, что свадьба Леннона была жалкой, без цветов, без банкета и даже без фотографа. После регистрации ненагочисленная компания отправилась в какую-то захудалую кафешку, где заказала стандартный комплексный обед. Тосты за молодоженов поднимали бокалами минеральной воды, так как у заведения не было лицензии на продажу алкоголя. Но Синтия позже признавалась журналистам, что за свою жизнь побывала на многих пышных бракосочетаниях, но все они не были такими прекрасными, как их с Джоном скромная свадебка, которая обошлась в 15 шиллингов и запомнилась на всю жизнь. Кстати, имидж холостяка Леннон вынужден был поддерживать даже после того, как в 1963-м родился его первенец Джулиан Леннон. Вот такая история у песни Do you want to know a secret?